Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 марта 2017 года среда, по одному из старинных, 21 день месяца пробуждения природы 7525 лета пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект, часть 1». Автор-сказитель, автор-писатель Вадим Мосин. Здравия тебе, Вадим! Здравия, Алексей! Здравия всей честной публике, которая нас слушает. Хорошо. Итак, очень много у нас здесь заголовочки различных терминов «раса», «род», «народ», «государство». Ну и опять у нас иностранное словечко «метафизический», да ещё и «аспект». Два иностранных слова. Надо как-то нам опять вводную сделать, расшифровать, что мы имеем в виду под чем, чтобы установить печку, от которой мы начнём плясать. И потом уже будем переходить к самой теме. Ну, как бы… Давай начнём с иностранных, давай начнём опять, чтобы напомнить, что такое метафизический и аспект. Хорошо. Метафизический, повторяюсь, для тех, кто не слушал предыдущую передачу. Это то, что находится, сейчас дословно, в переводе с греческого, то, что находится перед миром атомов, если мне память не изменяет. То есть то, что невидимо не почувствует ничего. То, что лежит в возможности бытия. Аспект? А аспект — это ключевое положение, и вот, значит, следовательно, у нас получается ключевые положения того, что лежит в основе бытия. О, значит, по-русски ключевое положение. Это отлично получалось в названии, поэтому как бы… Да, понятно. Это жертвовать русским словом для того, чтобы написать краткое название. Ну, иначе как-то получается. Понятно. Ну, мы не будем жертвовать, значит, получается ключевое положение основ бытия. Всё, с этим разобрались. Дальше идём. Раса, род, народ, государство. Очень много сейчас идёт разговоров по поводу того, что же такое раса, что же такое род, что же такое народ, государство. Почему? Потому что кто-то раса имеет в виду, ну, например, там, чёрные люди с чёрной кожей, с белой кожей, с жёлтой, с серой, какие там ещё есть, коричневые. Вот это разные расы. Считайте, что четыре расы существуют, на самом деле существует две. С метафизической. С точки зрения основы бытия существует всего две расы. Вот. А кто-то говорит, я просто продолжу, кто-то говорит, что раса всего одна, поскольку слово «раса» означает белое, чистое, непорочное, поэтому никакой чёрной расы быть уже не может, потому что, ну, вот как-то, ну, что, зебра полосатая, что ли, получается чёрно-белая. Вот. Так что ты имеешь в виду, вот, в привычном смысле, да, слово «раса»? Нет, ну, я привязываюсь, опять, в прошлый раз мы этот вопрос затрагивали. Дословный перевод слова «раса» с санскрита. Значит, «раса» — это поток, текущий в атмосфере. Да, дословный перевод с санскрита — это река. И второе толкование, которое давал Яски, переводчик текста Фрегведы, «раса» — это поток, текущий вокруг Земли в атмосфере. Значит, то есть поток, текущий вокруг Земли в атмосфере — это образное сравнение, потому что, ну, что мог сказать человек, который жил там тысячу лет назад? Он примерно так и говорил. Переводя на современный технический язык, это информационное поле, которое является основой для более мелких полей или программ, которыми является группа народов. Есть первичные группы народов, которые дальше делятся в соответствии с принципом семикратности на более мелкие группы народов. Вот те, кто занимается, делает попытки установить, каким образом происходило расселение народов и вообще, как они взаимосвязаны между собой. Вот теория Клёсова о гоплогруппах. То просто нужно понимать, что геном — это микросхема, которая записывает информацию, а в гоплогруппах откладывается та информация, которая когда-то была считана народом. Возможно, это информация о длительном проживании на одной местности. Возможно, это информация о смешении с каким-то близким народом, достаточно длительно устойчивая. В результате чего сформировался, скажем так, файл. Слово понятно всем современным людям, знакомым с вычислительной техникой, да пользователям. И этот файл был записан на микросхемку. Его считывают в виде химического соединения и так далее. На самом деле нужно просто понять одну простую вещь. Вот когда говорят о том, что у нас эндорфин, допустим, молекула эндорфина формирует добродушие, молекула адреналина формирует возбуждение и так далее. На самом деле всё наоборот. То, что идёт из глубины, формирует то, что находится в физическом мире. То есть эмоции вызывают химическую реакцию и формируют ту или иную молекулу. Вот если смотреть с этой стороны, то всё получается логично. А так получается, что вы сожрали шоколадку и у вас вроде как хорошее настроение. То есть к этому как раз нацелена вся современная реклама как средство ведения информационной войны. То есть если вы посмотрите, что у вас происходит на экране, это всё делается в первую очередь для маленьких детей. Их помещают в информационную среду потребления. Ребёночек смотрит шоколадку, как её скушала мама, как ей хорошо. И он связывает воедино эти понятия. Он потом, когда вырастет, он этого ничего не вспомнит. Но просто образ 30-секундный на экране своё дело сделает. И так происходит повсеместно. Ну точно так же, как происходило в советское время, когда формировали информационную среду атеистов, вырвав существенные ключевые положения из общих исследований, которые наработала наука на тот момент. Ну их сознательно убирали, да и всё. Не исследовали. Либо смещали акценты, то есть направляли изучение не по тому следу. Иногда целые направления закрывали и так далее. Ну то есть это можно назвать одним словом вредительство. Ну понятно, мы сейчас немножко в сторону пошли. Итак, значит, всё-таки раса. Вот давай сейчас раса и это, чтобы уже точку поставить и всё уже. Там не ссылается на справочники. Расса — это поле, в котором формируется группа народов. Такая же информационная среда. которая формирует уже род, из которого потом формируется человек. То есть метафизика, как способ изучения того, что находится в основах бытия, тоже имеет определённую методику и определённые принципы. Следуя этим принципам, получается так, что более тонкое порождает более грубое. Ну это всё условно. То есть полевая структура порождает, как структурированная программа, заставляет атомы собираться в молекулы, молекулы формируются под действием программы в трёхмерные объекты, ну и так далее. То есть любой трёхмерный объект является результатом программы. Но если кто-то считает, что всё это собралось механически в результате эволюции, эволюции. А эволюция что такое? Дословный перевод — развертывание. Слово ни о чём. То есть в результате каких-то случайных механических действий. Ну извините, не знаю. Внимательно изучайте, как устроены те же пауки в одном виде, мухи и так далее. Посмотрите на человека с точки зрения инженерной конструкции. Да куча гениальных решений, которые работают, имеют стократный запас прочности и так далее. И что, это всё произошло механически? Ну не знаю. Потом какое видовое разделение? Разделение по цвету, по характеру, по повадкам даже внутри одного вида, тех же насекомых и так далее. Ну нет. Приходишь к выводу, что за всем этим стоит некая высшая сила, разумная, которая умеет проектировать, знаете ли. Причём, если человек проектирует из металла, ну там какие-то соединения и так далее, из дерева, то эта сила может собирать атомы и биологические, ну в смысле, атомы углерода и так далее в трёхмерные тела. То есть это органика. Эта сила умеет работать с органикой. Что это за сила? Ну, я не настаиваю, я полагаю, что это то, что наши предки считали создателем, высшей силой, которая обладает универсальным умом, ну и которая, собственно, сотворила это всё. Ну, каждый может иметь право в это либо верить, либо не верить. Это мнение каждого. Поэтому, как бы, ещё раз возвращаясь к расу и народу. Раса и народ — это информационные потоки, которые формируют заданные трёхмерные объекты с набором качеств. раса формируют либо чёрную, либо белую расу, информационная программа с набором качеств. А внутри вот этой уже программы, которая сформировала чёрную расу или белую, формируются семь первичных народов, которые несут в себе самые высокие качества, самые сильные. Дальше, в соответствии с принципом трёх, это всё дело рассеивается, и на третьем такте это уже получаются не народы, которые могут образовать государство, построить там космические корабли и так далее, а это уже племена. И дальше эти племена там дробятся-дробятся, и на седьмом такте это уже нечто такое, то, что в джунглях находят, точнее, глубоко там в лесах и так далее. То есть это отдельные группы, которые взаимосвязь имеют, но они не способны построить государство. Государства способны построить только народы первой и, возможно, второй группы. Вот как бы я этот вопрос серьёзно пока скажу, глубоко не изучал, в каком плане. Ну, нужно сравнивать, там нужно много материала анализировать. Моя задача была показать в теории, как это всё зарождается вот там, в глубине за миром атомов. Это можно принимать, можно не принимать. Ну, во-первых, в официальной науке считается, что слово «раса» использовать некрасиво, неправильно. Его нельзя использовать, потому что «рас» как таковых не существует. От этого стараются сейчас уходить. Хотя, на самом деле, в XIX веке, в начале XX, те, кто занимался изучением народов, пытались давать различные определения этому термину. Ну, там большая путаница по этому вопросу, потому что пытались всё привязывать к внешним формам и свойствам и так далее. Отсюда долгое время существовала устойчивая концепция, что раз четыре. Белое, чёрное, красное, жёлтое. Некоторые их там считают, что раз три и так далее. Ну, это всё привязка к внешним признакам. Ну, так вот как-то. Понятно. И какое здесь место занимает род, сразу тоже поясни, что у нас есть различные варианты представления. Есть род земной, вот родился в таком-то роду, то есть как бы семейное предназначение, пассивная принадлежность. Есть род, то, что общий род для людей, которые здесь живут. Есть род небесный, и есть тот самый род-породитель, который вот превыше всех, от которого пошли все. Вот в данном случае род это что в твоём представлении? род. Ну, род это начало семьи, то есть род и семья это близкие понятия, это там уже, где человек проявился в виде трёхмерного тела объекта, и он уже как бы делится с себе подобными, вернее объединяется по неким общим, в первую очередь, метафизическим признакам. Такими являются качества души, черты характера, общие взгляды и так далее. Вот. Значит, сейчас я посмотрю, как это слово расшифровывается у нас по буквам. По буквам каким? По буквице или по каким-то другим буквам? Ну, я использовал сейчас, секундочку. Вот, ёлки-палки. Потерял. Вы мне дадите сейчас минутку для того, чтобы я нашёл, буквально зачитал, потому что как бы не хочется вводить народ в заблуждение. Давай мы сейчас делаем так. Я записываю рот, расшифровка по буквам. Да. Вот. И когда у нас будет музыкальная пауза, ты посмотришь и после этого договоришься. Хорошо. Так, Значит, и переходим к последнему термину государство. Вот есть понятие государство в разных. Просто это некое объединение людей, которые живут в одном этом государстве, его создают. Там могут быть различные рода, могут быть моногосударства этнические, может быть полиэтническое государство. Кто-то так представляет себе. Кто-то говорит, государство – это когда есть государь. То есть тот, который кем-то управляет, который что-то там даёт. Тот и говорит, что государство идёт от слова государь. В том случае, если государь – это тот, который раздаёт коров, например, до головы, до коровы, и он раздаёт, и получается вот тот правитель, который раздавал коров, и потом имеет свою какую-то часть от доли той, которая корова, вернее, от того, что корова производит. Есть, кто-то говорит, государство – это держава. Кто-то говорит, государство – это страна. Я вижу между всеми этими представлениями очень серьёзные разницы. Вот в данном случае ты что имеешь в виду под словом «государство»? Государство? Государство, земля государя, хозяина земли. То есть там это слово, оно проделало длинный такой круговой путь через от славянских племён, которые находились на этой территории, до через европейские страны, где также были славянские племена, у которых язык начал изменяться. И потом опять оно вернулось сюда. Ну вот дословный перевод «государство, земля государя, хозяина земли». Дальше возникает вопрос, кто такой хозяин земли? И получается так, что хозяин земли — это выдающийся воин, потому что это связано с чем? Там связано с термином «князь». Значит, «государь», «князь» и так далее. И вот по версии Ондруша он выдвигал такую версию, что князь переводился в некоторых славянских племенах как «торчащий выдающийся». А «торчащий выдающийся» — это кто? Это воин, стоящий впереди, руководящий всеми. Первый воин — выдающийся воин. И когда это всё объединяешь воедино, получается так, что государство — это только земля хозяина земли, выдающегося воина. Там, где воины не стоят во главе государства, нельзя называть это государство государством, это страна. Земля, территория, как хотите называйте, но это не государство. Сейчас этот термин, а он размыт, на него нет чёткого обозначения, потому что есть как минимум 5-6 терминов, и они там все что-то обозначают. Дословно «земля хозяина земли, выдающегося воина». Идёт ещё с древних времён, когда войны, а это продолжалось вплоть до 1917 года, 1900, до Первой мировой войны, если уж быть точным, до серии переворотов, которые произошли в ряде ведущих монархий. Ну, если слушатели помнят, любая монархия, там во главе стояли дворяне. Дворяне — это военное сословие. Когда произошли эти все перевороты, они были организованы, определёнными силами. Войны перестали руководить. Ну, там, правда, уже дворянство разложилось, это отдельная тема. Оно превратилось в своего рода олигархат и перестало контролировать процессы, которые происходили у них в государстве. Ну, в результате всё потеряли люди. Вот. Отсюда такие массовые, массовая гибель людей, некое подобие гражданской войны, хотя я не считаю, что это были гражданские войны и так далее. Поэтому государство — это земля, хозяина земли, выдающегося воина. Ну, таким вот образом. Хорошо, ещё один уточняющий вопрос. Уточняющий вопрос хочу ещё задать тебе. Скажи, пожалуйста, вот этот руководитель, хозяин земли, государь, это наследственный титул или здесь как-то по-другому? Ну, надо просто помнить, что длительное время, когда существовал период военной демократии, у казаков, в казачий круг, Абатаман выбирался. Точно так же, вот в тот период, на заре истории, ну, скажем, это не совсем заря было, это было достаточно длительно, длилось время, первого воина выбирали на руководителя, выбирали на общем собрании воинов. Никто другой на нём присутствовать не мог. Ни воины слова не имели. Ну, женщины и дети, само собой, но все остальные, кто не мог владеть оружием и не мог выступать на защиту, в процессе не участвовал. Кстати, вот по поводу демократии в греческих городах-государствах, о которых все тут плеш проели, так вот демократия и города-государства, там право голоса имели граждане, воины, и только они имели право носить оружие и выступали, если они не носили оружие и не защищали свой город-государство, то они слова не имели, они относились к другим категориям. Ну, я сейчас говорю упрощённо, но если вы эту историю поднимете, то поймёте, что так оно и есть. Информационная война своё дело делает, нужно рассказывать, что демократия — это власть народа, но просто нужно понимать, кого народом считали. Ещё, скажем так, 150 лет назад. Народом считали далеко не всех, а только тех, кто состоял в сословиях, мог приносить определённую пользу и так далее. Надо помнить, что в России, допустим, были такие слова, как «подлые люди», «холопы». Ну, сейчас социальные паразиты. Сейчас социальные паразиты правят бал. Они же «холопы», они же «подлые люди». Поэтому что вы от них ожидаете, что они будут делать реформы? Да, конечно же, нет. Социальный паразит, как иглист, он живёт на теле, паразитирует. Тело умирает, он тоже умирает. Но он так устроен. У него стоят определённые задачи, и он их выполняет, сам того не понимая. Это механическое паразитирование. По-другому они не могут. Так вот, государство, земля, хозяина земли, выдающегося воина. Я, скажем так, полагаю, что это единственная правильная трактовка этого слова, которая со временем была размыта, забыта и так далее. А, ушёл от вопроса по поводу выборности. Так вот, ну, как бы, все эту историю, наверное, знают, когда какое-либо племенное образование начинало захватывать определённую территорию, расширяться, оно усложняло свою структуру, технический прогресс, социальная структура общества усложняется, усложняется система управления, но, тем не менее, во главе всё равно стоит выдающийся воин, князь. Единственное, что там власть начинает передавать по наследству. Вот когда произошёл этот тонкий переход, передача власти по наследству, ну, он, история не зафиксирована, у каждого племени это было по-разному, когда они потом в землю уже образовались, там, вятичи, тверичей и так далее. Ну, у каждого по-своему. Ну, в принципе, это происходило везде одинаково. У казаков тоже такое было. Потому что они везде там назначали, когда стали назначать сверху, или же пытались делать, были такие попытки передавать власть по наследству, ну, там возникали проблемы. Поэтому, как бы, кстати, это такая нехорошая черта, которая имеется у славян, стремление устроить жизнь своим детям, предоставив им массу благ, вместо того, чтобы их научить быть воином, зарабатывать себе на жизнь и так далее. То есть, вот, привяжу к юбке и буду кормить, пока оно не постареет и не умрет. Никто ж не думает о том, что из мальчика нужно растить воина. Я вспоминаю 90-е годы, когда эти мамаши из различных комитетов плевали в лицо офицерам и кричали, ай, какие вы убийцы. А потом настала Чечня, первая, вторая и так далее. Где, извините, русских резали и так далее. Вадим, вот здесь я с тобой не соглашусь. Ты такая славян, сказала черта славян. На мой взгляд, это не черта славян. Это то, что цивилизация наложила на всех людей, на всех континентах, на определенные народы. Поэтому у славян такого никогда не было. У славян была приверженность к тому, что мальчик должен расти мужчиной, девочка должна расти женщиной. У каждого есть своё предназначение, каждый должен свой долг жизни выполнить. И своё предназначение, естественно, тоже. А когда пошла вот эта так называемая цивилизация, развращение и уничтожение, вот тогда все эти черты привились. А тем более, что надо вспомнить, что были у нас послевоенные годы, когда мужчин не хватало, и женщины… И поэтому женщины очень специфически смотрели на всех мужчин и говорили, вот лишь бы не было войны, лишь бы не было войны, вот мальчику мы ему всё отдам, всё отдам. И в институтовую, и на скрипке, чтобы играл, и чтобы там балетом занимался, и куда только вот не шёл, лишь бы только не было войны, лишь бы только у него было счастье. Вот чего у нас не было, всё отдам ему. И плюс ко всему, вот эта народная цивилизация, которая внедрила вот эти вот пагубные тенденции, пагубные правления. Поэтому я не согласен с тобой, что это свойственно славянам. Славяне потому и выжили, потому и сохранили под собой огромнейшие территории, что никогда у них этого не было. Если бы это было в древности, славян бы давным-давно уже не было. Не было той территории, которая раньше называлась Гранда Тартария, Империя или Советский Союз, и теперь небольшой кусок от этого Российская Федерация с окружающими территориями. И нас продолжают делить, нас продолжают уничтожать при помощи цивилизационного вот этого подхода восприятия жизни. Вот это наша беда, и нам надо из этого выползать. Но это не свойство славян, это то, к чему нас сейчас принуждают, и мы как дурачки на это ведёмся. Ну смотрите, Алексей, вот в данном вопросе следующую поправку внесу. Слово «местничество» вам же знакомо. Вот оно используется только применительно к определённым событиям, которые имели место быть именно в русской истории. Это такое нехорошее событие, но оно было. С ним боролся Пётр Первый, боролся, боролся и не смог побороть его. Значит, он же ж... Вот местничество — это враг российской государственности, когда определённая группа приходит к власти и начинает тянуть туда своих бестолковых детей. Вот величайшая заслуга Иосифа Виссарионовича, что он сделал систему социальных лифтов, которая позволяла детям из самых различных слоёв, толковым детям, подниматься на вершину государственной пирамиды. Ну, были там, конечно, свои недостатки, о них можно потом поговорить. То есть я не идеализирую эту систему. Но в любом случае, за счёт того, что основные богатства страны находились в распоряжении, скажем так, группы лиц, которая пускала их на общее благо, а общим благом следует считать все те социальные завоевания, бесплатное обучение, лечение в какой-то степени и так далее. Ну, кто в это время жил, помнит, поэтому можно было до скольких лет, не помню, почти до 40, по-моему, учиться, ну, до 33, по-моему, точно. Тебе ещё за это стипендию платили. Вот. То теперь попробую это сделать. Так вот, возвращаясь туда-назад, вот эта группа, когда приходила к власти, она, ну, вы же помните, дворянские дети начинали служить, вернее, родился, только ему присваивали офицерское звание. Потом они себе добились поблажек о том, что можно вообще не служить, а они ведь были военным сословием, считались, и так далее. И вот тут пошло загнивание этого военного сословия. И к 1917 году это сословие благополучно выродилось, потому что окружение Николая II, который сам был беспомощным абсолютно человеком, бесхребетным, вот, в отличие от его отца, выдающегося, страну просто-напросто профукали. И всё окружение там было точно такое же. То есть, к сожалению, в трагический для России момент не нашлось выдающейся и сильной личности, сущности, точнее, извините, которая пришла чуть позже. Причём она пришла из того сословия, из которого она никогда не смогла бы прийти к власти. То есть, я веду речь иду об Осеве Виссарионовиче Сталине, который сын простого сапожника, ну, что ему светило в жизни? Ну, быть простым сапожником. Однако же, то, что проворонило и упустило из рук выродившаяся дворянская элита, в кавычках, это слуху беру, ну, простой сапожник поднял до высот и ещё до сих пор сегодня вот этот вот социальный паразит, который всё это пытаются разворовать, ещё не могут развалить до конца. Вам, например, Украина хотел посмотреть. Владимир, ну, мы очень много просто разжёвываем. Я прошусь как-то покороче, иначе нам эфира не хватит. Я понимаю, что это тема такая разёрнутая. Но, опять же, я с тобой, знаешь, в чём я согласен? Смотри, Пётр I вёл дворянство. До этого было боярство. Боярство – это боярый муж, тот, который воин, тот, который силён, тот, который избран на боярство. Изначально так было. К Петру I это боярство превратилось в некое болото, где уже не бояре были, не бояры и мужи, а были вот эти непонятно кто. Их заменило дворянство. Но дворянство долго не просуществовало. Оно уже выродилось, получается, даже меньше, чем триста лент. Поэтому, опять же, это не свойственно России, это не свойственно русам, это не свойственно славянам. Если бы так было, то бы мы уже 10 тысяч лет назад бы все вырождались. То есть были определённые этапы. Например, когда боярый, это был боярый, то есть кто возглавлял какое-то там воинское подразделение или на месте, или в бою, или ещё где-то. Был князь, который стоял над ними, над боярами. Был святейший князь, который руководил всей вот этой державой или как там по-твоему государством, неважно сейчас в данном случае. В дальнейшем какие-то происходили катаклизмы, какие-то происходили непонятные моменты, следы от которых остались по всей территории и не только России, а вообще по всей территории северного полушария, где просто по два, по три метра наносного слоя, который там первые этажи завалил, разрушил и так далее. И таких катаклизмов было несколько. Были войны, очень высокотехнологичные. То есть гражданская война, это уже началась где-то там две тысячи лет назад, первая гражданская война, насколько вот я так представляю, она выросла в полторы тысячи лет назад, была очень серьёзная гражданская война с применением высокотехнологичных устройств, там термоядерных каких-то или ещё остальное. Вот тогда нас отбросили в какой-то там глиняный век. И вот после этого стали приходить сюда и народные какие-то религии и прочие-прочие, которые вот эту всю смуту и стали вносить. Из бояр сделали щенков, которых потом заменили на дворян, потом дворяне эти оказались выродками, потому что они там непонятно чем уже занимались, примеров такое огромное количество. А здравомышленных людей просто отбрасывали. И получилось то самое местничество, про которое ты говоришь в самом плохом смысле этого слова. И вот если уж мы говорим про Иосифа Исарионовича Джугашвили, что да, он сумел кое-что переломить и в общем-то где-то что-то благодаря ему, наверное, несмотря на всякие там противоречивые разговоры об этом, мы сейчас это не трогаем вообще. Не трогаем эту тему, да. Да, но факт остаётся фактом. Был принят с Сахой, да, этот мир и был отдан с космическим кораблём. То есть мы не говорим какими там путями, как чего, мы говорим о том, что вот это было сделано. Были ли другие способы существования, выживания у Иосифа Исарионовича в те времена, если бы он проявил такую слабохарактерность, не скинули бы его, да, и не уничтожили бы его вместе со всей Россией и Советским Союзом, не разделили бы на какие-то местнические такие лавочки. Вот это большой вопрос. Поэтому люди, когда начинают кого-то ругать, они не учитывают ту ситуацию, которая есть или была. Если бы была мягкотелость, то не было бы давно уже России. Не было бы просто России. Она была разделена на много мелких княжеств, на Соединённые Штаты, которые хотели некоторые товарищи, говорящие на непонятном нам языке. Ну так вот, ладно. Мы с тобой всё это разобрали. Нет, я ещё про местничество, Алексей. Вы не забывайте, что ещё был один выдающийся борец с местничеством, это Иван Васильевич Грозный, который ввёл термин «царь», который обозначает вовсе не то, что считается. То есть он это связывал с библейским толкованием, и как бы там главный постулат был следующий, что царь — это неподобие Бога, а он должен следовать тем же принципам, то есть иметь равное отношение ко всем своим подданным, помогать им и так далее. Насколько кровожадным был этот человек, за время его правления было уничтожено всего около 7 тысяч, по оценкам историков, человек в той же Англии, повесили 70 тысяч в это время. Причём вот этот боярский сепаратизм придушил ведь именно Иван Васильевич. А как раз вот к тому времени вот этот олигархат боярский, он уже достиг того апогея, и Россия стояла на пороге нового развала. Вы же помните, когда его отравили, есть такая версия, что Иван Васильевич также был отравлен, как и Василий Сарионович. Значит, через 20 лет страна пришла в состояние смуты, и только потом начали её собирать через вот ту междоусобную войну, в которой участвовали там и недобитые бояре-олигархи, и интервенты из Польши, подстекаемые совсем другими людьми, ну и так далее. То есть этот процесс был длительный, и он возникает периодически. Ну то есть, а то, что возникает периодически, ну это уже как бы имеет место быть как определённое явление. Поэтому я и говорю, что вот эта черта, к сожалению, всплывающая, ну посмотрите на сегодняшнюю ситуацию, начиная с времён Советского Союза. Было местничество? Было. Сейчас его нет? Шига. Ещё и как присутствует. Причём семимильными шагами. На состав Новой Думы посмотрите и так далее. На поросли малолетние. В общем, сейчас мы в политику залезем. В общем, давай так подведём итог. Нет, я просто привожу как пример. Ну то есть, я сторонник того, что если явление периодически повторяется, ну значит, к нему надо присмотреться повнимательнее и посмотреть, из каких глубин оно исходит. Я это связываю с таким неосознанным же стремлением, не думая о будущем, о том, как оно будет. Кстати, если мы затронем определённый документ, который опять сводит нас к политике катехизис евреев СССР, там об этом чётко написано. То есть, есть у каждого народа определённые черты, присущие только ему. Это хорошие черты, но эти хорошие черты можно использовать против народа, если давать им неконтролируемую возможность их осуществить. Вот Иоанн Васильевич и Иосиф Виссарионович как бы вводили систему ограничений, которая, да и Пётр Первый, кстати, тоже, которая не позволяла определённым группам лиц, достигших определённого места в социальной пирамиде, вот эти свои качества проявлять. Как только эти люди уходили, начинался опять вот этот вот неконтролируемый никем развал и стремление кому-то жить лучше. То есть, эти люди не думают вот теми, скажем так, категориями, которыми думает, назовём это так, простой народ, вот обыкновенное казачество и так далее. И народ у нас, я так полагаю, выживал просто вопреки действиям некоторых властей во все времена. то есть, как совпадало народ вменяемый, первое лицо вменяемое. Всё, страна достигает подъёма, всё очень хорошо. Как только вменяемое первое лицо ум ходит, приходит либо бестолковый наследник, либо некий там третий человек, начинается битва за власть. Всё, в стране катастрофа. Ну, вот, это очень упрощённо, конечно, не надо в огород плевать и кидать камни. Говорится упрощённо специально, потому что, ну, если начинать это всё говорить развернуто, ну, всю историю надо переписывать, в школах переделывать. Я же не виноват, что у нас историю в школах преподают таким образом, что у людей в голове откладывается каша и штампы. Приходится эти штампы как-то пытаться разбивать. Но я пытаюсь это разбить таким, образом, на достаточно простых примерах. Если мы начнём влазить в механику процессов, ну, то есть, насыщать её деталями, историческими событиями, то мы потеряем суть. Вот, я пытаюсь найти суть. Вот, есть процесс механический, у него есть основа. Вот, надо видеть основу, вот тот аспект. Вот, если мы его не видим, то мы ходим вокруг да около и начинаем сочинять. Говорить там про русский дух, ещё прошёл. Всё это присутствует, но надо же другие тоже. Как бы не хотелось нам не видеть. Вот это неправильно, это отсутствие осознанности, когда мы начинаем наделять народ, там, богоносец, ещё там что-то. есть куча примеров, когда, ну, всё делалось не так. И в других народах находились люди, которые проявляли благородство и так далее, а народ богоносец поступал очень подло. Ну, подлость, она заразная, ведь она присутствует во все времена, и любой человек, даже принадлежащий к народам белой расы, причём первой группы, там вот к русскому народу, я считаю, что это славяне, это первая, вторая где-то группа по моей там классификации вот этой метафизической. Значит, ну, в любой семье не без урода, тут уже ничего с этим не сделают. Если бы только уж становится... Только давай уже тогда скажем, что это не урода, а выродка, наверное, да? Да, выродка. В данном случае. Потому что урод, урод всё-таки тот, который урода стоит. Рядом урода, уродок это вышедший из урода, да. это вот. К слову «род», да, нашёл я. Значит, род — объединённая общность людей с однородной структурой как на уровне тела, так и на уровне первичной матрицы души, с определённым близким друг к другу мировоззрением, мировосприятием и мироотношением. Это система, разграниченная от других систем по однородности, структуре и форме. Источник цикличности и повторения. Это общность, в которой имеется внутренняя гармония, основанная на близкой интенсивности вибраций. Ну, собственно говоря, близкая интенсивность вибраций, это всё, что связано с душой. То есть, душа — первичная структура, которая формирует трёхмерный объект тела. По образу, который задан. Вот, скорее всего, эти образы заданы в народе, потому что, как бы, ну, как художник могу сказать, что вот, допустим, существует определённое количество типов лица. Они же используют этот принцип в фотороботе. Расположение глаз, скул, ну, и так далее. То есть, вот, заданный основной тип, их, по-моему, всего 12 штук находятся, базовых, которые можно варьировать. И, вот, первичные показатели, признаки, наверное, присутствовали когда-то, когда зародилась там славянская, славянский народ, славянские народы. Как давно это было? Ну, полагаю, что нашему календарю, вернее, зная, 7500 с лишним лет от сотворения мира, значит, славянский народ живёт на этой земле как минимум 7500 лет. Кстати, если вы обратили внимание, сейчас, последние буквально два месяца, определённые социальные паразиты заговорили о том, что, да вот, славяне тут живут всего-то там с 900-го года на этой земле до этого тут жили другие народы. Только возникает вопрос, где эти народы оказались потом? Есть такое право сильного, и это право, кстати, записано основным пунктом в Сионских протоколах, где написано основное право права в силе. Вот, кто эту территорию защитил, отвоевал и создал, тот и имеет право на эту землю. А это, извините, те народы, которые тут проживают. Это коренные народы, государствообразующие народы. Это русские, татары, врачи у вашей, этому все близкие народы, там не надо на языковые различия смотреть. И так далее. А есть желающие эту территорию отхапать. Вот. Хазары, которые являются кочевым народом, которые отсюда свалили, когда их князь Святослав по Башкену давал в 969 году, которые частично ушли на территорию будущей Украины, частично в Европу, потом они стали евреями, Мешкенази. Ну и так далее. Да там сложная история, она ж в Потемках до сих пор есть куча догадок, но все крутится вокруг до этого. Каким образом Хазар переделали евреи? Понятно. А это народ Белый раз, Хазары. Но это седьмая группа, она близко с семитским народом такой же группы. Семитские, это говорящие на языках семитской группы, проживающие на Аравийском полуострове. Вот эти все арабы, Саудовская Аравия и так далее. Они похожи, но они, если обратили, ладно, все, это отдельно. Если хотите эту тему запросить, там разные расовые признаки, языки разные и так далее. Понятно, понятно. В общем, другим словом получается следующее, что неоднократно многие времена суда на эту территорию ползли те, кто называется сейчас модным словом социальные паразиты, которые устраивали здесь дебош, войны, перевороты и устраивали так называемые гражданские войны, когда брат на брата и причем гражданские войны были локальные, где-то там внутри какой-то страны, а были так называемые отечественные войны, когда, например, Германия или Франция или Италия поднимались против России, а на самом деле если разобраться в те времена, когда они поднимались, там жили народы одной гаплогруппы, одного рода, одного корня, это по большую сути просто европейская гражданская война была. Вот таких гражданских войн было несколько, это надо учитывать. Для чего они производились? Для того, чтобы ослабить наши рода, для того, чтобы дать возможность поссорить друг другом, брат с братом, и чтобы потом территории заселить теми исполнителями, которые будут указания социальных паразитов исполнять, которым легко продаться, которые легко, вернее, продаются и исполняют за деньги то, что нужно, или за деньги, или еще за что-то, неважно. Ну, такие социальные проститутки, что им говорят, то и дело. Скажут резать, они будут резать, скажут стрелять, они будут стрелять, скажут песни петь, они будут песни петь. Вот, и мы видим, что такие вот переселения, миграции, они, на мой взгляд, возникали не просто так и неоднократно, и сейчас вот мы видим очередную такую волну заселения Европы, где уже европейцы просто начинают рыдать и плакать. Ну, они забыли, что они, по сути, это русичи славяне, они забыли об этом, они теперь против славян какие-то там претензии имеют, высказывают, но при этом их сами сейчас начинают давить, и давят их уже не по-детски. И вот ноги, когда уже там придавили на хвост и еще там на что-то, на лапу на заднюю наступили, они со слезами на глаза в сторону России уже поворачиваются, говорят, ребята, братушки, русские, россияне, помогите нам. Вот такие сейчас уже возгласы идут. И, как говорится, слава богам, что наконец-то это начинается, потому что понимают, что ближе русских людей в славянском вот этому всему объединению никого в Европе из белой так называемой расы, как ты говоришь, нету. И другого пути, как соединиться и навести порядок по конам, по конам, любви к природе, любви к справедливости, любви к многим другим параметрам, которые свойственны нормальному человеку, у нас просто нету. Нету. Пора прекращать войны между братьями. Пора понять, что кто вас разводит, кто кричит. У вас там календарь не такой, вы там не так праздники какие-то празднуете, у вас другой диалект, у вас другой язык. Плюньте в глаза этому идиоту, потому что он льёт мельницу, вернее, воду на мельницу наших врагов. И он разделяет нас, он продолжает стравливать. При этом он себя может называть русским, славянином, там ещё кем-то, ещё кем-то. Но по сути он выполняет заказ, сам, может быть, того не понимая. Ну, хорошо. Итак, вступительная часть, я думаю, у нас прошла. Теперь уже, наверное, есть возможность тебе раскрыть тему и без моего участия. По поводу? По поводу расы, род, народ, государство, метафизический аспект, часть 1. Хорошо. Ну, собственно говоря... Обширный, мы с тобой много чего рассмотрели, теперь я хочу уже умолкнуть, чтобы тебе дать возможность что-то рассказать. Ну, можно ещё затронуть народ. Ну, народ — это сообщность родов. То есть это всё то же самое, но только расширено. Группа родов, объединённая вместе, форма подобия, обладающая потенциалом к начинанию творения. Это объединение несколько родов, близких по духу. По сущности, по мировоззрению, мироотношению, мировосприятию. Это система разграничения от других систем, поднародности, структуре и формы. Народ — это источник цикличности и повторения. То есть повторяется то же самое, что в слое род. Цикличности и повторения, передаётся через семью, через передачу вибраций по роду. Причём семья — это союз мужчины и женщины. Причём женщина, которая не имела контактов с другими мужчинами. Почему? Ну, в первой книжке я этот вопрос описывал «Метафизика и путь воина». Женщина записывает в свой инстинктивный центр матрицы души все контакты со всеми своими предыдущими контактёрами. И благо, если она склонна к одному типу по психофизическому, по качеству. Ну, то есть вот нравятся там голубоглазые баландины два метра роста. Ну, ладно, хорошо. Тот, который, от которого она родит ребёнка и будет говорить, что это его, ну, возможно, и его. На самом деле неизвестно. А если там какой-нибудь эпилептик в роду или сумасшедший, ну, душевно больной, вот это всё может передаться. А потом они будут искать, откуда же это всё всплыло. То есть это всё записывается, поэтому девственность и ценилась. Вот. Я как-то читал информацию о том, что немцы были удивлены, когда они обследовали русских женщин. Ну, там, медики проводили исследования, причём это как бы освидетельствование проводилось не с целью там забирания их в сексуальное рабство. В войсках вермахта этот вопрос достаточно жёстко регламентировался. Там дела творили представители народов Украины, Эстонии, Латвии и так далее. Эти все батальоны и так далее. Составленные вот из этих румын и прочих. Значит, так вот, немецкие медики были удивлены тем, что по сравнению с европейскими, с теми же немецкими женщинами, большое количество девственниц было. Ну, потому что долгое время вот эта культура сохранялась. А разрушаться она стала в связи с информационной революцией, так называемой, и в связи с теми внушаемыми стандартами, которые начали внедрять в 90-е годы прошлого столетия. Сейчас эта информационная война продолжается, своё дело делает. И, к сожалению, у нас очень большие потери. А к чему это всё приводит? А это приводит к ослаблению народа, к передаче, к прерыванию родовой памяти. И вот такие вот дети, они же потом становятся слабыми, внутри слабыми. Вот это всё сделали с европейскими народами. Если вы хотите понять, к чему нас готовят, ну, посмотрите на белую расу в Америке и на белые народы Европы. Вот за 50 лет, нет, даже не за... Да, за 50 с 45-го года. На что превратили тех же немцев? Если в 41-м году это... Ого! Дошли аж до Волги, то сейчас они, ну, хорошо, если они там через Дунай перебраться смогут. То есть там катастрофическая ситуация. У меня вот друзья живут там в Германии, я с ними иногда общаюсь по скайпу, узнаю, ну, что там, как там. Ну, что, опять недавно массовая драка в Берлине была. Отпор товарищам из чёрной расы дают только выходцы с Востока. То есть восточные немцы, которые жили в Поволжье, ну, и прочие мигранты, которые... Восточные немцы, потому что они воспитывались долгое время в так называемом социалистическом лагере. Ну, у них немножко было другое мировоззрение, и поэтому более здоровое, чем у тех, которые жили на территории Западной Германии. И отсюда сейчас там вот эта вот беда. Немецким полицейским запрещается оказывать какое-либо серьёзное воздействие на вот этих негров и прочих, которые там бесчинствуют, насилуют и так далее. И там очень много скрывается. Но это вы и так всё знаете, если следите за этим через сеть интернет. Идёт уничтожение планомерной Европы, стравливание белой и чёрной расы. Им нужно развязать большую войну. И это они сделают. Просто момент, когда это настанет, ну, он сложный, его сложно прогнозировать. Они накачку сейчас народом произвели, а дальше это всё будет бродить, и ни к чему хорошему это не приведёт. Почему? Потому что чёрная раса не обучаемая. Это не моё мнение, это мнение всех расологов. Можете посмотреть русскую расовую теорию до 1917 года. Например, об этом говорил отец изобретателя вертолёта профессор Сикорский и так далее. Ну, то есть, современные, кстати, исследователи этого вопроса, да, это спасибо трудам Авдеева, которые он сейчас издаёт, современных расологов европейских, которые там обструкции придаются у себя на родине, в свободной Европе и Америке. Вот таких людей, которые говорят правду о различии в интеллекте и в различии по духовным силам, в том числе, метафизическим, ну, эту информацию всячески замалчивают. А в свободной прессе мы слышим кругом информацию о том, что все народы братья. Да ничего подобного. Братские народы у нас — это народ первый, второй, третий групп. Всё остальное уже рядом не братья, не близкие. по духу, по форме подобия, но относящиеся к одной расовой группе. То есть много общих точек соприкосновения, возможность спокойно проживать на одной территории. Исторически так сложилось, вот оно всё утряслось и вот сколько, ну, по крайней мере, обозримую тысячу лет особых конфликтов нет. Я имею в виду территорию России, Российской империи, не заглядывая туда, в Европу и так далее. А что будет дальше, посмотрим. Сейчас готовится очередной цикл мероприятий, он проходит по развалу России ещё как минимум на 6 или 9 образований. Вот. Об этом вы можете найти соответствующую информацию. И эта работа ведётся неуклонно. Я ничего не разжигаю, я просто констатирую факты, я их могу обосновать, и в принципе это видно. например, в отдельных областях вводятся законы, закон области. Закон один для всех. Если закон не един, а каждая область издаёт свой закон, это значит, что под единое государство заложена мина замедленного действия. Выращиваются национальные элиты и так далее, местные областные элиты, которые в любой момент, когда только, точно так же, как в 90-е годы развалили СССР, были конкретные люди, которые его развалили, и которые сейчас говорят, да, СССР распался сам по себе, да как это так? Как это может распасться механизм государства? Вот стоит машина, и она распалась сама по себе, но только если проржавела. Нашёлся конкретный Коля Петя-Вася, который с неё скрутил шины, стекло снял и так далее. Кузов спёр на дрова, на выходе остался Остов. Вот это сделали с государством под названием СССР. Сейчас производится такой же комплекс мероприятий с, извиняюсь, не с государством, со страной. После смерти Иосифа Исарионовича это страна, а не государство. Был воин во главе до 1953 года, а потом воины там быть перестали. Сейчас мы живём в стране. Вот. Что ещё можно сказать по расе, народу и государству? Ну, есть такой термин «государство, образующий народ». Народ, который в ходе освоения территории своего постоянного проживания распространил на данной территории устойчивые правила, регулирующие отношения внутри социальных групп и обеспечил защиту территории постоянного проживания, отстоял их границы споров, сформировал на этой территории институты государственной власти в виде группы учреждений, вот, а также создал условия для продолжения рода на территории своего проживания. Вот. Это государство, образующий народ. Он же может быть коренным народом, как правило, так и является, но кроме того, коренные народы бывают большие и малые. Вот это нужно различать. Коренной народ, государство, образующий народ. Государство, образующий народ и коренной народ, группа коренных народов больших и малых, Это конгломерат народов, который можно сравнить с аквариумом, где живет несколько видов рыбок, которые не жрут друг друга, а спокойно уживаются веками. И, собственно говоря, никто не учит соседний народ, как ему жить, каким богам молиться и так далее. Вот это территория России, и так тут было исконно. Ну, если только не рассматривать там вот эти периоды стычек Ивана Васильевича и так далее, когда шло расширение территории. Ну, извините, раз подрались, а потом ведь в России всегда была отличительная черта, Юй Ф. Виссарионович использовал, когда территория присоединялась, но местная элита не уничтожалась военная. Она получала право управления, жила, как жили, и все, просто под протекторатом Верховной Российской власти, всего-то навсего. Очень грамотное и умное решение, которое обеспечивало разрастание народа, группы народов до одной шестой части суши. Кстати, причина Первой мировой войны ведь кроется в том, что, ну как, считается, что, ну я, в всяком случае, полагаю, что инициатором была Англия. Почему? Ну, к 2014 году Россия залезла в Пакистан, подходила, вернее, Пакистана еще тогда не было, подбиралась к Индии, в Иран, Ирак, на нехтеносные слои и так далее. Без всяких стычек, и даже в Афганистан тогда зашли. Ну, просто русские князья знали, с кем пить, сколько кому платить, и все эти вопросы решались мирным способом. А сейчас это все потеряно. И имеет ли смысл нам туда лезть? Да не имеет никакого смысла, потому что при разводе в 90-е годы себя, все, кто к нам просился под крылой, кого Россия спасла от геноцида в 19 веке, ну, показали себя там, я имею в виду Грузию и прочих дружественных союзников. Грузинский царь на коленях просил русского царя присоединиться к Грузии, а теперь они это забыли. Теперь имеет смысл еще вспомнить о том, что такое пришлый, некоренной, ассимилировавшийся народ. Это народ, прошедший достаточно давно на территорию, создавший на этой территории государство, но принявший обычаи того народа, который жил здесь до него. Пример — Китай. Династия Юань средневековой, когда пришлый народ захватил территорию, но, по сути своей, они стали такими же китайцами, потому что полностью приняли их мировоззрение, мировосприятие и мировоотношение. Это принцип ассимиляции. Кочевой народ — это общность, состоящая из людей, ведущий кочевой образ жизни, не имеющий своей территории, не создавший своего государства. И особая отличительная черта — такой народ, имея вертикаль власти внутри социума, ведет закрытый образ жизни среди государства, образующего народа на его территории, рядом с малыми коренными народами, но не смешивается с ними и не принимает их обычаи. Вот и все. Ну, есть у нас такой уникальный народ, даже два, цыгане и евреи. Евреи я не считаю единым народом, но, тем не менее, они объединяются между собой через религию иудаизм. Кто неудаизм, то неудей вроде как не еврей. На самом деле там все намного сложнее, потому что всё идёт в мир метафизики, в первую основу. Есть два очень близких народа. Первой группы — чёрная и белая раса, народ номер 7. Там близкое соотношение вибраций, высоких и низких. И одно может перетекать в другое. Значит, в чём смысл? В словаре Бракгауза и Ефрона слово «переход» обозначает в музыке модуляция из одной тональности в другую с укреплением последней. То есть смысл в чём? Народ 7 белой группы — это белая раса. Смешивается с народом 7 чёрной группы белой расы. На выходе получается метис, но жизнеспособный. При этом чёрная раса получает усиление. Почему? Она получает качества, которых у неё не было. Ну, воинские в том числе. Потому что, кстати, если обратите внимание, кто является изобретателями среди так называемых евреев, воинами достаточно хорошими, все они имеют черты белой расы. Это грандиозная афёра, которую провернули много веков назад разработчики религиозной доктрины иудаизма, и которая работает спокойно до сих пор. Давай сейчас тормознёмся в этом интересном моменте, и ты уточнишь, если это можно. То есть получается, когда-то были сенитские племена, но кому-то… Они же в Народческом полуострове. Сенитские племена – это племена, говорящие на семитской группе язык. Да-да-да. Ну, вот сейчас я продолжу. Это язык в северной расы, да. Да, понятно. Вот когда-то были сенитские племена. Жили они там себе, не тужили, всё хорошо, замечательно. Там верблюдов гоняли, баранов послели, и всё хорошо, здорово. Но кому-то захотелось провести так называемую аферу. То есть взяли, таких самых-самых из них выбрали, сказали, теперь вы будете называться вот так вот. Но для того, чтобы вам внедриться куда-то, вам необходимо каким-то образом брать самое лучшее у тех народов, куда вы идёте. А самое лучшее – это генетика, да, известно. Помимо золота. Золото чего? С первого, да, ну и всё. А вот генетика. И для того, чтобы получить хороших воинов, вам необходимо спариться, своих женщин, грубо говоря, туда отправить, они вам нарожают детей. Но для того, чтобы эти мальчики потом назывались по вашему роду, надо, чтобы по матери всё это передавалось. И вот таким образом вот эта афера укрепилась. То есть, по сути, что смесь, где главенствует всё-таки белая, как ты это называешь, раса, но нужно их было привязать к той группе семитских племён. И сказали, вот по маме ты вот этот вот. И не важно, что ты похож на них. Главное, что ты вот живёшь у нас, главное, что ты исполняешь нас законы, а они для тебя враги, они для тебя никто, и звать их никак и так далее. Получается вот так вот, если судить по твоим умозаключениям, правильно? Да. Значит, а давайте сравним. Значит, что идёт из глубины? Язык. Ну, вот еврейский народ, я, кстати, просто цитирую зачастую, часто очень раввинов, потому что сами раввины говорят, что еврей — это не народ, как таковой, а это метафизическая сущность. Ну, то есть они кое-что не договаривают. Вот они сами говорят, по версии Рашид, значит, это толкователь там иудейских текстов, слово «иври» обозначает «переходить». И толкователи Талмуда дальше это начинают объяснять через пропоставление. Авраам с одной стороны, весь мир с другой, вот тут вот переход, ну, там начинается дальше словоблудие, присущее вот как раз всем иудеям, кто иудаизм исповедует. Значит, а противопоставления там как такового нет. Противопоставление — это жёсткая позиция, которая, ну, как бы приводит к конфронтации. Весь мир и все организмы в нём живут в сотрудничестве и симбиозе, кроме группы паразитов. Вот паразиты — это отдельное явление, и вот такая паразитическая группа, самая первая, возникла именно там, среди народа чёрной расы, которая придумала способ паразитирования, во-первых, на близких им народах, придумав религию, именно религию, потому что то, что привязывают к слову «жрецы», это несколько иное. Жрецы приносили пользу, как все прочие шаманы и так далее. Все, кто относился к категории людей, которые работают с тонким планом, могут лечить, заглядывать в будущее, облегчая некоторые там вопросы своему вождю и так далее. Эта же группа придумала что? Используя в том числе элементы чёрной магии, которая имеет место быть, используя определённые принципы, если же так по-честному говорить, в корыстных целях, в целях подавления определённых качеств у того народа, на котором они стали паразитировать, они придумали идеологию. И эта идеология со временем сформировалась в иудаизм, в религию. И вот они были первыми социальными паразитами, который потом породил слой социальных паразитов в Европе в виде слоя попов, религиозных деятелей. Почему? Ну, потому что вырезались активно все ведуны и прочие, кто был связан с тонким планом, мог работать, и их замещали попами. То есть, нужно понимать, что христианство это изобретение чёрной расы, оно вытекает из иудаизма, потому что основной документ в христианстве является Ветхим Завет, потом короткое учение Иисуса Христа искажённое, потому что если кто-то, может быть, читал апокрифические тексты, то из них следует, что Иисус Христос, в общем-то, был очень хорошо знаком с идеями суфиев, как минимум. А из Корана следует, что они как бы его признают за своего по принадлежности к тому, что он обладал определёнными знаниями. Вот и всё. Примерно такими же, какими обладал пророк Мухаммед. Но они там чётко позиционируют, что Иисус никогда не был Богом. Вот и всё. Но это, кстати, вот эта мина замедленного действия, которая была заложена в христианство, оно же достраивалось много веков. И когда появился Коран, туда вот этот по басинку о том, что Иисус стал Богом, заложили. Вот. И всё. Породился конфликт. Короче, христианство и ислам — это две религии чёрной расы. Человеку белой расы нужно либо вспомнить и попытаться найти истоки в славяно-арейских ведах, ну и использовать буддизм и прочее течение Востока, потому что это всё пришло туда из наших краёв. Вот и всё. Это сильно искажено, это нужно собирать по крупицам, но вот как-то так. То есть язычество совсем было не тем, чем его пытаются показывать нам сейчас. А вспомните, чему учили нас в школах, а в школах нам говорили, что вот религия был шаг вперёд по сравнению с тем, как до этого вели себя язычники, принося там что-то в жертву. Ну, тогда ещё упускалось, что славяне никогда не приносили никаких кровавых жертв, а это были только там предметы растительного происхождения, в отличие от кровавых жертв, о которых говорится на каждой второй странице в Верхнем Завете. Вот. И потом, когда загорелись многочисленные костры, на которые сжигали кучу людей в Европе, ну, я считаю, что это всё акты чёрной магии, потому что огонь — один из пяти элементов, который может переносить информацию в информационное поле планеты и оказывать влияние через информационное поле планеты на другие народы. Вот. Ну, есть определённый принцип, я его в своей книжке описывал «Метафизика и путь воина». Вот. Это принцип-треугольник. Он работает. Кто его понимает, тот может использовать любой магический, так называемый, магический. На самом деле, это универсальный принцип передачи информации через предмет посредник. Почему? Потому что воли человека, как правило, живущего в трёхмерном мире не хватает, чтобы передать своё волевое усилие, глядя, допустим, другому человеку в глаза или в спину. Ну, есть такие уникумы, но их мало. Обычно берётся предмет-посредник, в него заряжается через повышенную эмоцию определённое пожелание, и дальше оно отправляется в тонкое измерение, либо там… Ну, я вас сейчас просто научу, как это… вредить другим людям. Подкладывается под дверь и так далее. Ведь это всё используют, как правило, где? Ну, чтобы навредить своим ближним, которые чем-то там не угодили. В 90-е годы, может, обращали внимание, появилась целая куча книг по чёрной магии. Но я магические книжки скупал всё подряд, потому что теперь вы их просто не найдёте. Вот. А то, что идёт сейчас, это является перепечатка с первоисточника. В первоисточнике это были Элифас, Леви, Папиус и так далее. По метафизике Хазратына и Адхан, Суфи очень мощный. Вот. Все это очень сложно найти, а они описывали принципы, что самое интересное, это возвращаясь к теме воина. Папиус описывал принципы, которые должны быть у мага, когда он пытается совершить, собирается совершить магическое действие, так называемое. И они полностью совпадают с теми качествами души, которые должны быть у воина. То есть это всё одно и то же, просто в разных ипостасях. Не мог маг или ведун, или шаман быть слабовольным. Это были очень сильные люди. Потом это всё в России перешло в старчество, кстати. Ведь старцы, они никакого отношения не имели к иудо-христианской принесённой религии. Они просто селились рядом с храмами, как с информационными маяками, потому что не было других маяков. И люди к ним тянулись. А потом уже это всё обставлялось там элементами того, что вот, благодаря религии эти люди стали такими. Да нет. Это чужеродная религия получила приток, так сказать, информационную поддержку в виде вот этих людей с чистой совестью, с чистой душой, очень сильной. Ну то есть практически воины, по сути. Вот если просто их всех вспомнить, известных, знаменитых, они же выходили на битвы и так далее. Когда надо, они становились на защиту Земли. Хотя говорили о любви и так далее. Ну любовь — это же не совсем то, что нам сейчас описывают. Это не половой акт, это взаимоотношение двух душ. И переводится дословно «два человека, изверчающие вибрации, подобные божественным». Вот слово «любовь» — это имеет такой перевод, если по буквам его раскладывать. Вот. Так, собственно говоря, возвращаясь... Возвращаясь к теме эфира, всё-таки раз «род народ». Да, уплываю в сторону. Так вот, к еврейскому народу, ну, собственно говоря, как такового его не существует. И вот опыт, поставленный Иосифом Виссарионовичем, что показал, когда вот этих детей лишили возможности быть погружёнными в информационную среду, которую создаёт гетто и навязываемая им с раннего детства религия и учения Шоу Хана Ру, значит, то это вырастают вполне достойные люди. Они зачастую являются более русскими, чем некоторые этнические русские и так далее. Я, допустим, таких людей знаю, у меня с ними очень хорошие отношения. Вот. Поэтому как бы их кевринт, язык не проворачивается, назвать. У них ничего с ним... То есть принцип воспитания, основа воспитания для людей этой... Информационная среда. Информационная среда для людей этой группы, твоими словами пытаюсь говорить, она более важна, более важна и может как сделать доброго человека, так и окончательного мерзавца. Судя из-за того, что ты сказал, я так и понимаю, правильно? Да-да-да, правильно, понимаешь? Короче, еще раз. У них примерно одинаковое соотношение высоких и низких вибраций. Вот Советский Союз, когда они же к власти пришли в 17-м году, они пытались вот эту технологию распространить на все народы, которые населяли эту территорию. И у них ничего не получилось. То есть, почему? Потому что тот народ, человек, который принадлежит к народу, у которого много высоких вибраций, то есть, много положительных качеств, его информационным воздействием, которое они тогда пытались сделать, переделать нельзя. Поэтому они вернулись к старой проверенной технологии, которая была изложена в Сионских протоколах спирт, разврат, классицизм. Сейчас можно добавить слово наркотики. То есть, вот эти три кита, четыре точнее, они превращают человека в скотину и приводят к вырождению рода, к прерыванию и так далее. И бороться с этим очень сложно, потому что, говорю, обработка информационным массивом начинается с ползунковых лет. То есть, вы можете ребенка пытаться учить на хороших советских мультфильмах, на хороших добрых книжках, но он все равно живет в информационной среде, которая сформирована вокруг него, а это среда потребления. И в этой среде формируются совсем другие стандарты. Допустим, я когда жил, в наше время, допустим, было, ну, как-то не очень хорошо, когда ты был слабым. У нас все подтягивались, бегали там, ходили в секции и так далее. Я что, на боевые пошел в свое время? Да потому что полстраны каратэ заниматься начало, когда там открылось, это ого, потом, когда сажать за это начали, все равно не бросили заниматься. Сколько людей таких знаю, кого и посажали, лично знаю некоторых. Вот. А сейчас да нету этого, в секции особо никого не затянешь, вот идут только те, кто хочет. Ну, то есть, того, что было в 80-е годы, а это поколение 60-е годов и так далее, вот отходит. Почему? Информационная среда свою берет. Информационная среда, беспорядочные связи, дети рожденные непонятно от кого и так далее. Это очень сложный вопрос, сейчас ведь пропагандируется, что, ну, примерно то же самое, что в Америке. Вот у меня кто там бывал из друзей, говорят, ну, те драки, которые ты видишь по фильмам, отличаются от тех драк, которые происходят у них на самом деле. То есть драки в фильмах это их мечта, идеал драки. А так там все заканчивается толканием, у кого кроссовки круче, тот и прав. Вот примерно так. Ну, за редким исключением, которое вы можете видеть на Ютубе и так далее. Вот. И то там, как правило, провоцируется черная раса, потому что, ну, они заточены под то, что если ты не покажешь свою внутреннюю силу, они будут тебя считать слабаком. Вот этот принцип у них идет, да, собственно говоря, он похож на принцип, которым руководствуются все высшие животные. Я их с животными сейчас не сравниваю. Я просто говорю, что там и там похоже, одно и то же. Вот. Кто имел возможность с этими товарищами жить поближе или служить, мне довелось служить, поэтому как бы братскую сущность этих народов, понимаешь, прослужив один год в советской армии. Вот. Пока ты зубы не покажешь, табуретки по башке кому-нибудь не дашь, ну, зато потом тебя уважать начинают. Вот такие вот дела. Значит, и, собственно говоря, что еще хотел по этому народу сказать? Да, так вот, информационная среда. И получается так, что обработать в информационной среде можно было только народ семь первой группы белой расы и народ семь первой группы черной расы. Значит, причем, как бы упор делался на белую группу, для чего создавались гетто. Кстати, сейчас они тут начинают говорить, что гетто — это изобретение нацистское, да ничего подобного. Есть авторитетный очень автор, исследователь этих вопросов, Дуглас Рид, который говорит, что оно было всегда. И более того, в гетто существовала специальная полиция, которая следила за мыслями. Если вспомните историю создания ВЧК, оно было создано для того, чтобы следить за мыслями граждан и так далее. Ну и его правоприемник в том числе. Из-за чего, собственно говоря, страна и развалилась. Следить надо было за теми, кто наверху сидит. Вот. И их сажать. Тогда бы развала не было никакого. Потому что именно эти люди развалили великое государство. Страну точнее. Вот. Ну что еще? Так вот, эта информационная среда базируется на религиозном течении иудаизма, где этой группе людей рассказывается, что они богоизбранный народ. Непонятно, на чем основано. Там бредовая достаточно версия для здравомыслящего человека. На них это работает. И шелха на ру. Ну, надо этот источник просто почитать. Он есть в причесанной версии. Там все убрано. Но читать его тяжело, предупреждаю. Но дело в том, что там дойдутся указания, что в какие периоды вести, как себя соблюдать. Абсолютно все регламентировано. И там дается родителям наставление, очень жесткое, которое соблюдается, с самого детства начинать учить ребёнка определённым истинам, которые записаны в Торе и в том самом шелха на руки. То есть, их с детства погружают информационную среду, которая превращает их в то, чем некоторые из них являются. Как только человека из этой среды извлекаешь, он получает шанс стать нормальным человеком. Ну и, кстати, обрезание на восьмой день играет свою роль. Но оно играет роль только на мальчиках и только на восьмой день. Это связано с перестройкой центральной системы. Вадим, мы сейчас очень много теме посвящаем. Всё-таки мне хотелось бы вернуться в тему раса народ-государства «Метафизический аспект часть 1». И чтобы ты учитывал ещё, что есть куча вопросов уже из чата «Народа Старского радио» и реплика из YouTube-канала, поэтому хотелось бы всё-таки чтобы ты вкратце рассказал, как строится вот эта вся структура и какие выводы мы должны для себя сделать и к чему стремиться, чтобы это всё-таки был не просто разговор в эфире, а чтобы это была какая-то польза ещё для наших радиослушателей и зрителей канала YouTube. Спасибо, что красновейщий я сдержал, меня иногда заносит в сторону. Значит, нужно учитывать следующее, что изначально тот, кто проектировал всё это на тонком уровне, на датамарном, заложил определённые принципы самоорганизации каждой структуры. Ну, допустим, пчёлы образуют рой, муравьи строят муравейник, высшие формы животных, образуют подобие пирамиды. Я рассматриваю, как правило, пример с волчьей стаей, потому что она наиболее похожа на организацию, самоорганизацию человеческого общества. Так вот, во главе волчьей стаи стоит ложак и группа волков, которые исполняют функции воинов. Во главе пирамиды, которую строили до 1917 года, во главе стоял ложак-воин и группа воинов. После 1917 года во главе пирамиды стали стоять социальные паразиты. В этом главная беда, трагедия и катастрофа. Пока это не поймёте, но всё остальное можно теоретизировать и расписывать государстве, как в машине, устраивать, как хочешь. Дело в чём? Эта структура формировалась в том числе за счёт исполнения каждым членам общества той или иной функции, которая помогала выживать обществу. Так вот, первой функцией, которая помогает выжить обществу, является функция защиты территорий. А потом идут все остальные функции. А функцию защиты территории несли, естественно, только воины. Потом идёт функция, ну, я сейчас по порядку их не назову, но функция, естественно, производства средств вооружения и средств для выживания, обучения. И только потом идёт функция управления. Она является функцией, которая связывает все остальные. То есть она не главная, как если её рассматривать. То есть управленческая функция является строенной в любую из этих функций, но она не является ведущей. Вот в чём дело. А у нас чиновники сейчас где? Да заправляют сплошь и рядом. Вот. И считается, что они ведущие. Вот это всё с ног на голову было поставлено в 1917 году. И это было сделано во всех странах в той или иной степени. А военных задвинули на второй план и превратили в оружие слепое, причём в руках гражданских лиц, которые иногда в армии зачастую просто не служили. Вот. И как бы я всегда полагал считаю, что власть стране и главной кузницей кадров, главным кадровым резервом должна быть только армия. Кадровый военный офицерский корпус страны. Если этого нет, ну вы будете иметь то, что сейчас имеете. Если вам малый урок, который вы увидели за 70 лет, ну, значит, будет и дальше этот урок продолжаться. В первую очередь касается военных. почему так? Ну, вот смотрите, в 90-е годы была проведена мощная кампания о том, что военные развязывают войны, военные то, военные сё. Ну, вспоминайте сразу, когда любой катаклизм, кто приходит на выручку армии, потому что это единственная организованная структура, в которой всё очень просто, рационально. А почему? А потому что, если не рационально, то эту армию разбивают, уничтожают. На определенных этапах, вот допустим, ну, сейчас за цифрой не поручусь, ну, когда сдают там определенные квалификационные экзамены, на принятие определенных решений, допустим, командиру подводной лодки, даётся 10 секунд, и он его должен принять, не уложился в норматив, не сдал. Вот и всё. Подводники мне рассказывали. То есть, есть вещи, которые военный приучается делать быстро, и что, его сложно переучить на гражданское русло, переучить. Да ничего подобного. Если ты умеешь управлять группой разгильдяев, 18-летних, которые там собрали со всей страны в одно место, и они что-то ещё делают, потом ещё в мужиков нормальных превращаются, то почему сложно этого человека научить управлять какими-то гражданскими делами? Ему просто в подчинение нужно давать нормальных людей, которые специалистов, даже гражданских, естественно, допустим, по коммуновке специалистов, и ничего, здесь главная организация общего руководства. А это уж не происходит, и у нас нет как таковой центральной власти, потому что, ну, центральная власть это вот, Иосиф Виссарионович, пример. Всё остальное это коллективное руководство, а когда кто-то говорит, мы будем это делать все вместе, это значит, это не делает никто. Вот и всё. И там не найдёшь крайнего. И вот те, кто вкидывал вот эти идеи, начиная с начала 20 века, про демократию и про то, что все коллективно мы чем-то сможем руководить, да никогда такого не было. Армия — это всегда пирамида с чётко выстроенной структурой. Строгая регламентация, подчинение и так далее. Ну, просто можно довести подчинение до идиотизма, но в русской армии такого практически никогда не было. Первые князья, они же ничем не отличались так же, как казачьи атаманы от своих братьев, потому что они вместе шли в бой, они вместе работали и так далее. Это всё произошло разделение потом с развитием технологий и так далее. А потом эти все принципы забылись, но они работают. Вот в чём дело. Если вы их забыли и пытаетесь применить какую-то систему, которую вам навязали, вот такую, мы все вместе, ничего не будет. Просвещенный правитель всегда во все века, верховный правитель, являлся тем генератором, который просто мог сплотить, объединить, организовать, подобрать правильные кадры, честные, порядочные. Если в огновении стоят честные, порядочные кадры, толковые, естественно, специалисты, ну, вот, мы имеем то, что имеем. Это всё, что я хотел сказать по поводу пирамидальной структуры общества. А, единственное, что ещё могу сказать, что как бы с метафизической точки зрения, поскольку человек на уровне матрицы своей души может измениться и стать сферой, матрица превращается из амёбы в сферу, ну, это просто книжку надо прочитать, да там это понятно, достаточно с картинками нарисовано, то общество также из пирамидальной структуры имеет потенциал к трансформации в сферу, если как минимум 50% этого общества станут сознательными людьми, осознающими, и в том числе те, кто стоит на вершине, во главе, кто руководит. Без этого ничего не будет. Что такое осознанность, я ранее говорил. Повторяться не хочу, это очень сложный для понимания вопрос, потому что осознанными себя считают практически все. На самом деле это не так. И таким образом вот эта структура имеет возможность трансформации, но это никакой ни коммунизм, ни социализм, да, что еще нужно понять. Извините, я перескакиваю с темы на тему, но это как бы все рядом. Внедрив идею Маркса, хотя это не его идея, это идея Ордена Иллюминатов, которую он у них взял, немножко трансформировал про средства производства, принадлежность, обладание и так далее. Общество состоит из социальных слоев. Еще раз, вот это нужно понять. Человек относился к тому или иному социальному слою, кто стоял вне социальных слоев, те, собственно говоря, считались людьми, ну, скажем так, третьего слоя. Халупы, подлые люди, они были в любой стране, у японцев это называлось сэмин, и еще там ряд таких похожих терминов. Ну, 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 в общем, сейчас это можно назвать одним словом социальный паразит. Тот, кто своей деятельностью не приносит пользу обществу. Ну, вот, рабочий, который гайки крутит, он пользу приносит. Начальник, который организовывает производство для этого рабочего, пользу приносит. Если они производят там продукцию, план и так далее, нужную, полезную. А вот людишки, которые там сидят и что-то делают, представляя интересы народа, я сейчас не буду конкретизировать, вот, вот это социальные паразиты. Почему? Ну, эффект их деятельности нужно оценить для всего народа. Если вы говорите, что вы слуги народа, ну, давайте посмотрим, как народ живет. Хорошо сейчас народ живет? Да не очень. Советское время жил лучше, но если оценить деятельность тех людей, которые допустили развал Советского Союза, итог их деятельности нулевой. Советский Союз распался. А они пенсии сейчас хорошие получают, а на самом деле пенсии получать не должны. Почему? Они на нее не заработали. Если человек в результате своей деятельности допустил развал государства, а он стоял на защите этого государства, что он должен пенсию получать? Не должен. Ну, и так далее. Это в пику некоторым спецслужбам. Почему? Потому что не армия допустила развал страны. На нашу территорию враг не зашел до сих пор. Армия стоит на своих границах, как не знаю кто. Вот. А вот другие товарищи допустили, и сейчас происходит то же самое. Потенциал к распаду страны есть. И, к сожалению, он усиливается через определенную социальную рекламу и так далее. Эта работа ведется, она медленно ведется в регионах. Я так периодически прессу мониторю и вижу, как это происходит. Ну, извините, если я не прав. Ну, я просто говорю о том, что меня волнует. Мне не хотелось бы, чтобы повторились те потрясения, они будут более страшными и так далее. Если до этого, не дай Бог, дойдет. Не хотелось бы. Вот такие дела. Понятно, понятно. Итак, давай мы сейчас перейдем к вопросам, которые поступили из чата радио и из чата Ютуба, и тогда будем эту тему еще потихонечку рассматривать с разных сторон. Напоминаю, что если у вас есть желание написать вопрос или реплику, то вам достаточно войти в чат Народнославянского радио и, если очень зарегистрировано, придумать логин, пароль себе. Это делается один раз и после этого вы сможете уже задавать вопросы, переписываться с друзьями и задавать, и слышать ответы как не только от нас в эфире радио, но и от своих друзей. Это бывает очень полезно услышать мнение простых людей, а не тех, которые уже звучат в эфире. Народнославянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова